Музыка Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии Елеман Раймбеков и сурдоперевод обеспечивает Айгуль Стамбекова. В связи с гибелью пассажиров на борту самолета Фокер-100 рейса авиакомпании Бек-Эйр близ Алматы распоряжением президента Казахстана Касымжо Марта Тукаева 28 декабря 2019 года в республике объявлен общенациональный траур. По документологу всем государственным органам была направлена телефонограмма о том, что все сайты государственных органов должны перейти в черно-белый формат. Глава государства Касымжо Марта Тукаев выразил соболезнования родным и близким погибших при падении самолета в Алматы. Президент добавил, что все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом. Об этом Тукаев написал в своем твиттер-аккаунте. Скорбит о случившемся и Ельбасе Нурсултан Назарбаев. Спикеры Сената и Маджелиса, министры и другие руководители различных рангов разделяют горе всего Казахстана. Каждую минуту президенту страны Касымжо Марту Тукаеву отправляют телеграммы о соболезновании в связи с крушением воздушного судна. В их числе главы государств Российской Федерации, Кыргызстана и других крупных мировых держав выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе под Алматы и глава Алматинской области Аманда Кбаталов. Первый руководитель области на своей странице в Инстаграм разместил пост. Цитирую, выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате падения пассажирского самолета Фокер-100 сообщением Алматы Нурсултан. Мы скорбим вместе с вами, семьям погибших и пострадавших будет оказана всесторонняя помощь, говорится в сообщении. В резиденции Аккорда Касымжамар Токаев провел экстренное совещание с участием премьер-министра, руководства администрации президента, секретаря Совета безопасности, генерального прокурора, председателя Комитета национальной безопасности, министров внутренних дел, информации и общественного развития, здравоохранения в связи с крушением пассажирского самолета близ аэропорта города Алматы, сообщается в сайте Аккорды. В ходе совещания президент дал следующее поручение – обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета, принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО «Авиационная администрация Казахстана» квалифицированными специалистами, провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях проведения их в соответствии с требованиями безопасности. Генеральной прокуратуры и МВД поручено в рамках возбужденного уголовного дела принять меры по выявлению причин и условий, способствующих авиакатастрофе и привлечению виновных к установленной законам ответственности, а также изучить вопрос законности частной застройки в непосредственной близости к границе аэропорта города Алматы. По поручению главы государства, всем семьям погибших в авиакатастрофе будет выделено по 4 миллиона тенге. Необходимая финансовая помощь также будет оказана всем пострадавшим, сказал Аскар Мамин. Под председательством премьер-министра Республики Казахстан проведено заседание правительственной комиссии по расследованию причин падения самолета авиакомпании «Бег-Эйр». Глава правительства выразил соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. Также Аскар Мамин поручил Министерству внутренних дел провести полное досудебное расследование падения самолета. Министерству здравоохранения принять все меры для скорейшего выздоровления пострадавших, сообщает сайт премьер-министра. Правительственная комиссия по расследованию причин аварии должна подвести предварительные итоги своей работы к 10 января 2020 года. К слову, медицинские организации города Алматы и Алматинской области оказывают необходимую медицинскую помощь пострадавшим, полностью обеспечивая лекарственными средствами и компонентами крови. С пострадавшими и семьями погибших работают психологи. Трагедия всего Казахстана. Напомним, сегодня утром в 7.40 утра произошло крушение самолета Fokker 100 компании Big Air, близ района села Казалту. Воздушное судно врезалось в строющееся двухэтажное здание. В результате погибло 12 человек, еще 66 пострадали. Спасательные работы начались незамедлительно. По предварительным данным, причиной крушения самолета стала техническая неисправность судна. Однако более детально об этом можно будет говорить после следственных мероприятий. В связи с трагедией в Алматы прошел пресс-брифинг с участием заместителя премьер-министра Романа Скляра. Подробнее в материале моего коллеги Тамира Анитова. Это, казалось бы, доброе утро. Жители Казахстана встретили отнюдь не с хорошим настроением. С 8 утра социальные сети заполнили ужасные кадры крушения самолета Fokker 100. Новость о смерти 12 человек объединила всю страну. Каждый из них чей-то отец, мать, брат, друг или ребенок. Весь мир выражает слова поддержки семьям и родственникам погибших. Это общая боль, пишут пользователи интернета. Многих спасли, вытащили. Вот спасатели работают. Президент Международного аэропорта Алматы Булат Ержанов во время брифинга в Алматы восстановил хронологию событий, предшествовавших катастрофе. В 6.35 закончилась регистрация. Посадка произошла в 7.03. Взлет в 7.21. Тревогу объявили спустя 4 минуты. В 7.40 самолет пропал с радаров. Министерство внутренних дел начало досудебное расследование по статье 344, части 3. Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта Уголовного кодекса РК. Создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей-криминалистов. Сотрудников центрального аппарата МВД, департаментов полиции на транспорте Алматы и Алматинской области, а также комитета по ЧС МВД. До выяснения обстоятельств нынешнего происшествия, полеты самолетов данного типа временно приостановлены. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка. Правительственная комиссия уже приступила к работе на месте происшествия. Сегодня нами на взлетно-посадочной полосе было обнаружено два последовательных касания хвостовой частью воздушного судна с интервалом 300-400 метров. То есть при взлете воздушное судно дважды задело хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. Затем воздушное судно развернуло вправо по окончании взлетно-посадочной полосы. Шасси были к этому времени уже убраны, то есть воздушное судно пыталось взлететь. И резко крен пошел вправо, столкнулась с забором и с частным домом. Пресс-служба комитета чрезвычайных ситуаций и Министерства внутренних дел уже опубликовала список погибших и пострадавших. По уточненным данным МВД РК при крушении погибло 12 человек. Среди погибших специалистами опознан председатель президиума Совета генералов Казахстана, генерал-майор юстиции, заслуженный работник МВД СССР Рустем Хайдаров, выпускающий редактор информбюро.кз Дана Круглова, а также командир разбившегося воздушного судна Марат Муратпаев, Дамир Анитов, Азад Жумаханов, телеканал ЖЭЦУ. С места ЧП бригадой скорой помощи в больнице Южной столицы и Алматинской области доставлено 66 человек. В основном они госпитализированы с травмами колен, переломами рук и ног. На месте происшествия работали 19 колец скорой помощи. Наша съемочная группа побывала в медицинских учреждениях и узнала состояние пострадавших. По данным официальных источников, самый младший из пострадавших всего 4 месяца. Ребенок получил закрытые черепно-мозговые травмы. Из 66 человек, 19 сейчас находятся в 4-й городской клинической больнице города Алматы. В детском медучреждении 9 детей. Все в сознании нуждаются в разной степени помощи. С утра бригадами скорой помощи к нам в клинику было доставлено 19 пациентов. 11 из них были ввиду крайне тяжелого состояния госпитализированы в реанимационное отделение. Двое пациентов скончались ввиду травм, несовместимых с жизнью. Родственники уже знают, им тоже принесены соболезнования. Работают психологи с родственниками и с каждым пострадавшим. Также привлечены все ведущие специалисты города лекарственными средствами и кровью необходимым. Все клиника обеспечена. В момент крушения самолета на борту находился полный состав семьи Нурбековых из Алматинской области. В момент крушения погиб глава семейства Абай. Ему было всего 37 лет. Супруга и четверо детей сейчас находятся в Алматинской городской больнице номер 4. Состояние поступивших врачи оценивают как стабильное. Их сегодня посетили сотрудники отдела образования Ильисского района и коллектив Ащебулакской сельской школы, где обучаются дети семьи Нурбековых. Выражаем соболезнования всем родным и близким пострадавших в этой авиакатастрофе. Когда узнали, что на борту были наши сельчане и тем более дети, мы были шокированы и незамедлительно выехали к ним в больницу в Алматы. Сейчас нам сообщили, что их состояние стабильно. Конечно, очень жаль, что этот мир покинул глава семьи Абай. Мы скорбим и выражаем глубокие соболезнования. В другую больницу скорой неотложной помощи поступили 12 человек. Все вовремя госпитализированы. Характер повреждений – переломы нижних и верхних конечностей. Пациентам, поступившим в учреждение, от 20 до 30 лет. Всем проведены необходимые мероприятия. Одному пациенту проведена операция, а состояние других оценивается как стабильное. Одному из 12 поступивших провели операцию, у него тяжелая сочетенная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, закрытый перелом костей голени, травматический шок. Ему сделана операция остеосинтез перелома голени. В настоящее время угрозы для жизни пациентов нет, заверили в ведомстве. Азаджмаханов Дамир, Анитов, Адаля Кжаркенова, телеканал ЖТСУ. Более ста волонтеров Алматинской области поспешили на помощь на место происшествия крушения самолета. Многие из них о трагедии узнали через социальные сети. Совсем юные парни и девушки, несмотря на погоду, помогают чем только могут. Совместными усилиями они накормили около 200 спасателей. Было приготовлено три казана еды и восемь самоваров чая. А также они принесли с собой плов, самсу, булочки и хлеб. Волонтеры утверждают, если будет необходимость, то они завтра займутся полевой кухней. Звонки с предложением помощи все еще поступают. Сразу после катастрофы в правительстве приняли решение временно отменить все полеты самолетов по Кир-100. Деятельность авиакомпании Бек-Эйр также приостановлена. По сообщению Министерства индустрии и инфраструктурного развития, сертификат летной годности не будет действителен до выяснения всех обстоятельств крушения самолета в Алматы. На данный момент известно об отмене почти двух десятков рейсов, которые сегодня должна была выполнить Бек-Эйр. В основном это вылеты из Алматы и Нур-Султана. Среди отмененных полеты в Шимкент, Актау, Уральск и Павлодар. В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщают, все купленные билеты на рейсы Бек-Эйр необходимо сдать до 31 декабря. Также в СМИ распространилась информация, что авиакомпания Бек-Эйр долгое время была под санкциями США и не могла получить запчасти для своих самолетов. Об этом один из журналистов спросил заместителя премьер-министра страны Романа Скляра на пресс-конференции по крушению самолета сегодня в Алматы. Однако эта информация не проверена. На уточнение нет или более точных данных зампремьер-министра ответил, что всю информацию, которая сейчас есть по авиакатастрофе, он уже озвучил. В этой информации была ли она под санкциями? Какие запасные части на самолеты устанавливались? Это будет точная информация, пока сейчас мы сказали. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спортивные матчи, проходящие на территории страны, сегодня начались с минуты молчания. Игра континентальной хоккейной лиги между командами Барс и Московская Динамо стартовала с минуты памяти о жертвах трагедии при крушении самолета компании Бек-Эйр. Таким образом, континентальная хоккейная лига выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших. Аналогичный жест показывают и другие спортивные органы. Игры высшей лиги по волейболу и других различных турниров сегодня стартовали с минуты молчания. Экс-банкир Жомар Тиртаев вновь на скаме подсудимых. В Алматы начались слушания по делу РБК Банка. Вместе с главным фигурантом за присвоение растрату чужого имущества и отмывание денег судят еще 36 человек. Всего в деле 700 томов, включая 46 эпизодов. По предварительным расчетам, для того, чтобы озвучить обвинение, прокурорам понадобится несколько дней. Представители СМИ наблюдают за процессом из пресс-зала. По мнению обвинителей для преступного обогащения, Иртаев разработал целую схему. Основная цель – стать во главе банка и контролировать его деятельность. В лице номер один среди топ-менеджеров финансового института предприимчивый банкир приступил к конкретным действиям. В частности, назначил помощников из числа особо доверенных лиц. Они заняли ключевые руководящие должности в РБК Банке. И когда все было налажено, по словам прокуроров, были поставлены конкретные задачи. Больше 80 восточно-казахстанцев стали жертвами обмана со стороны туристической фирмы. Жителям региона предлагали путешествия с хорошими скидками. Однако выехать за рубеж и сэкономить люди так и не смогли. Почти год пострадавшие пытаются вернуть свои деньги. Суммы задолженности турфирмы перед вкладчиками уже превышают 80 миллионов тенге. Глава организации осуждена за мошенничество. Ее адвокаты добиваются смягчения, вынесенного еще в прошлом году приговора. Адвокат, экс-руководитель турфирмы, намерена убедить судей изменить наказание. По мнению стороны защиты, это позволит ныне осужденной находиться на свободе и начать рассчитываться с долгами. Судебные разбирательства еще продолжатся. А эксперты советуют казахстанцам покупать путевки у организаций, состоящих в едином государственном реестре турагентств. 52 новые машины появились в автопарке службы скорой медицинской помощи. Большая часть из них реаномобили для интенсивной терапии. На церемонии передачи машин присутствовал министр здравоохранения Ельжан Бертанов. Такой транспорт всегда желанный подарок для медиков. В новых каретах предусмотрено самое нужное оборудование – автоматическая сердечно-легочная реанимация, носилки, дефибрилляторы. Благодаря крупному обновлению на вызовы будут приезжать быстрее. Кроме того, в ближайшем будущем у бригад скоро появятся нагрудные камеры видеонаблюдения. Президент Ирака Бархам Салих предупредил парламент о готовности уйти в отставку из-за неспособности партии договориться о кандидатуре нового премьер-министра. Сам Салих выступил против назначения на этот пост Асаада Аль-Идани, кандидата от проиранского парламентского блока. Президент уточнил, что Конституция запрещает ему отклонять кандидатов на премьерское кресло и что он не желает усугублять политический кризис в стране. С октября в Ираке не утихают массовые демонстрации под лозунгами недоверия нынешним властям. Во Франции протесты против пенсионной реформы и особенно забастовка работников общественного транспорта оказывают разрушительные воздействия на туристический, гостиничный и ресторанный бизнес. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Париже, в одном из самых популярных мест отдыха для туристов всего мира. Хозяева гостиниц бьют тревогу. В этом декабре иностранных туристов во французской столице незаметно меньше, чем в прошлом. В этом месяце потребительская активность снизилась на по разным оценкам 30-50%. И это в декабре месяце, когда выручка от продажи товаров обычно достигает максимума. У владельцев магазинов, расположенных рядом с вокзалами, выручка упала на 80%. Также парижская опера продала в декабре билетов меньше обычного, потеряв в результате до 8 миллионов евро. Свыше 70 нелегальных мигрантов задержаны при попытке пересечь Ла-Манш. В ночь на 27 декабря британская береговая охрана перехватила 4 небольшие лодки в территориальных водах в районе побережья Графства Кент. В них оказались 49 выходцев из Ирана, Ирака и Афганистана, в том числе один несовершеннолетний. В свою очередь сотрудники французского регионального операционного центра мониторинга и спасения оказали помощь 14 нелегалам, потерпевшим бедствия вблизи порта Булонь-Сюр-Мер. Их доставили в больницу с признаками переохлаждения. Туда же попали еще 8 мигрантов. Их, отчалившую от берега в коммуне Ле-Портель, лодку ранее заметили пограничники. Им пришлось повернуть обратно. В связи с общенациональной трагедией коллектив телеканала ЖТСУ выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. У меня на этом все. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин